А мы с Лерой дошли до детской площадки, тут никого нет, спокойно. У нас сегодня прохладненько, мы в шапочке, видите, в шарфике, я сама укуталась. Уже муфту на коляску, да, прикрепили, чтобы руки не мерзли. Сегодня пыталась ей перчатки струя одеть, но ничего не получается. Вот, я сегодня уже кушать приготовила, чебуреки с утра приготовила, уху приготовила. Вот, покушали, поспали и пошли погулять. Пока солнышко на улице. У нас, конечно, площадка тут совсем не детская, совсем не для малышей, всякие турники. Лерочке здесь скучно, да, скучно, никого нету здесь. Нечего делать, пойдём? Мы тут с Лерочкой зашли в теплицу, собрали перчики. Перцев ещё много, у меня ещё замороженных очень много. Давай, тоже потом зафарширую и заморожен. Помидорчики тоже пока есть, ещё даже зелёненькие есть, так что, я думаю, ещё немножко продам, потому что мы это всё съесть не успеем. Вот, ещё бычье сердце тут тоже поспевает. Его у нас хорошо прям на томаты берут, но вот он успевает. Прямо смотрите, как портится. Он вот начинает поспевать и трескается тут же. Его прям надо сразу рвать, он даже вот сверху не успевает поспевать. Просто огромные, с ладошку. Вот, посмотрите, какой огромный вообще гигант. У Лерочки сейчас две любимые игрушки. Это вот эта книжка на липучках и вот это вкладыш цифры. Она уже начала разбираться. На, поставь, поставь циферку. Вот, какая молодец. Вот, немножечко повернил. Так. Вот. Теперь вот эту. Однёрочка. Вот. Только она кверх ногами постоянно. Ну всё, я уложила Лерочку спать. Время у нас уже 11 час. Я Гарри Поттера смотрю. Смотрите, Игорь вчера забрал посылку с аптека.ру. Короче, решила пока для начала заказать вот эти витамины. Я пила их при беременности, кроме витамина D. Витамина D, кстати, я никогда в жизни не пила. Насколько я себя помню, я вообще ни разу его не покупала. В итоге решила взять тоже D3 Max, только в таблетках. Вот. Думаю, удобно будет. Короче, по полтаблеточки нужно выпивать за сутки. Мы сразу же с утра делим с Игорем пополам и выпиваем по половинке. Фолиевая кислота тоже одна, вторая. Ну, я пью её одна. Вот. И феррумлек тоже я себе взяла. Я его тоже пила при беременности. Конечно, такой вонючий, противный. Но вот жидкий я бы точно не смогла пить. Это 100%. Лерочке я, кстати, даю тоже железо жидкое. Мальтофер называется. По одной таблетке выпиваю. И Лерочке даю вот такое. Тоже D3 Max. И я тоже взяла вот такой вот витамин С. Ещё мне девочка написала, что железо хорошо усваивается, когда принимаешь витамин С. Так что хорошо. Здесь такие обычные. Ну, аскорбинка с глюкозой. Вот. Ещё жёлтая у нас аскорбинка есть. Ну вот, пока всё. Как бы кальций. Не знаю. Мне кажется, кальций и витамин D, они похожи. Укрепление костей, да, зубов. Мне кажется, уже кальций здесь будет лишний. А вот насчёт омеги. Там вообще я, короче, разобраться не могу. Какие-то там дозы, не дозы. Какое правильное. То, что омега это не рыбий жир, это совершенно другое. В каких-то дозах, короче, вообще ничего не понятно. Я не разобралась, только обзоров смотрела. Я не знаю, что выбрать. Либо купить омегу, да, какую-то там крутую за полторы тысячи. Либо купить обычный рыбий жир. Вот это вот я не понимаю. Из-за этого пока не стала брать. Буду пока идти пить витамины. И D3 Max написано то, что нужно принимать с сентября по апрель, короче, полгода. Вот. Будем так. Ещё потом упаковочку купим. Всем доброе утро. Мы с Лерочкой пошли на почту сходим. Мне там посылочка пришла. Подписица моя занимается кружками. Вот вылепляет всякие фигурки из глины. И она вылепила, короче, на кружечке нашу фотографию. Мне очень интересно. Сейчас пойдём заберём. Игры все сегодня с Валберой. Забрал посылочку. Точнее, вчера и сегодня привёлся. Там, короче, деревянные игрушки. Мне подписица тоже с Валберас. Подарочек прислала. Шоколадку. Дома покажу. Лерка такая довольная с утра была. Играла. Я вообще обожаю деревянные игрушки. Вот. А сейчас на почту сходим. Немножко на детской площадке погуляем. У нас, видите, тепло на улице. Новый ветер такой противный. Да, это вот Лерка укунтала. И песочницы немножко отыграем. Потому что сегодня сон, наверное, у нас будет в часа два. Лера проснулась. Потому что в девять полчаса. Ну и ещё я вам говорила, что другая моя подписчица тоже отправила мне наушники. Беспроводные я теперь так хочу. Я столько музыки добавила. И Яндекс подписку даже оформила, чтобы слушать музыку. Муфту на коляску одела. Руки будут теплее. В бушах наушники. И вообще будем спокойненько гулять. К Лере тут опять идут все её любимые собаки, кошки всегда. Ой, такая хорошенькая. Всё, забрали мою посылочку. Что-то там очередь прям такая большая была. Видите, как Лерка у меня укутана. Да, собачка. Сейчас немножко поиграем. Мы пойдём распаковку домой делать. Кружечки. У меня уже не терпится просто. Идём, идём. Я же говорила, что к Лере идут только кошки и собаки. Причём все рыжие, да? Все рыжие, кошки и собаки. Мяу. Ласковые какие, да? Все ласковые. Только не трогай ручками, ладно? Ну всё, уложила я Лерочку спать. Закрылась в детской комнате. И сейчас буду гладить белое бельё, которое я вчера стирала. Постельное бельё я стараюсь гладить всегда, кроме простыней. Потому что они у меня на резинке, и я их не умею складывать. У меня никогда не получается. Просто их с комочком складываю, можно сказать, и прячу в шкаф. Потому что всё равно, когда начинаешь натягивать на матрас эту простыню, она сама разглаживается, и всё нормально. Самое главное для меня это наволочки погладить. И, да вообще не самое главное, конечно же, гладить. Мне просто нравится ровно складывать, чтобы в шкафу было, ну, красиво выглядело всё это. Ну и раньше, если я когда заправляла кровать, подушки у меня были снаружи, да, эти четыре штучки. Но после того, как я новое покрывало взяла на кровать, этим покрывалом я прям накрываю все эти подушки. И кровать так выглядит там объёмно, красиво, минималистично. Мне очень нравится. Ну и сейчас я подсела на сетин из василька. Заказываю белое постельное бельё. До этого заказала на пробу просто две наволочки 70 на 70. Мне очень они понравились, легко гладить. Они такие прям нежные, лёгкие, приятные. И вот недавно я заказала ещё пододеяльник и две наволочки дополнительно. Ну и я нашла место для постельного белья. Это в детской гардеробной. Здесь пустовали полочки, всегда был какой-то хлам, а постельное бельё выглядит аккуратно и красиво. Ещё раз повторюсь, пододеяльник можно и не гладить. Вообще я не люблю складывать, гладить. На это тратится очень много времени. Вот из-за этого я просто сверху проглаживаю, чтобы аккуратненько сложить и положить шкаф. Сколько бы я не пыталась гладить идеально постельное бельё, всё равно вот мы один раз поспим, и у нас всё мятое, сколько бы я ни старалась. Ну и из одежды я сейчас тоже мало что глажу, что можно не гладить. Конечно же не глажу, чтобы не тратить времени. У Лерочки сейчас короткий сон, и я стараюсь на такие дела время не тратить. А вообще я прям любитель что-то погладить. Меня прям это успокаивает, особенно если смотреть какой-то фильм параллельно. Но вот сейчас, к сожалению, я не могу этим наслаждаться. И Лерочка постоянно просит то утюг, то меня, и времени у меня нет на это. Ну а раньше я прям вот всё гладила, наверное, вплоть до носков, до нижнего белья. Всё-всё проглаживала, я прям наслаждалась этим, потому что когда Лерочка была маленькая, она у меня практически только спала. Всё, я целыми днями гладила её пелёнки, мы всегда ходили без подгузников, и я прям меняла эти все ползунки, штанишки, у меня было их очень много. Ну и видите, я здесь раскладываю все её тёплые костюмы, комбинезоны, у нас уже где-то 12-15 градусов, каждый день мы уже носим демисезонный комбинезон и демисезонную шапочку. А также я вот недавно тоже достала конверт, и иногда гуляем днём, когда очень сильно холодно. Недавно посмотрела влог у Аллы Погодаевой, она недавно делала ремонт своей ванны, всё такое у неё красивое, минималистичное, и она вот придумала как раз-таки... Ну не придумала, это было давно, я тоже раньше так делала, но я что-то забыла даже про это, убирать наклейки. И чтобы знать, да, что находится в этой бутылочке, вы отрезаете название у самой наклейки и приклеиваете его к дну бутылки. Вот, девчонки, увидела вчера у Аллы Погодаева во влоге, она убирала все наклейки с тюбиков, я решила тоже так попробовать. Тут, смотрите, у меня пятновыводитель от Фиберлик, просто от наклейки вырезала и приклеила на дно. Вообще очень удобно, теперь буду со всеми тюбиками так делать. А ещё, посмотрите туда, я всё-таки перенесла стеллаж из зала, потому что у нас там постоянно копится бардак из-за этих игрушек, разложен диван, потом вот этот стеллаж стоит, и просто ужасно всё выглядит. Решила его сюда перетащить. Если Лерке какая-нибудь игрушка нужна будет, пускай берёт здесь. А ещё я вам всё обещала показать конверт Лерочке, это бренд Mi Mi Mi, смотрите, как оттенок меняется сразу же. На Валберс они продаются, у них и комбинезоны, и муфты есть, всё в одной расцветке, можете прям комплект собирать. Вот, комбинезон тоже у нас этого бренда, очень прям тёплый, прям ну очень. Вот мы сейчас тоже в нём гуляем, можно сапожки не одевать, просто в тёплых носочках садить и всё. Здесь тоже капюшончик затягивается, на липучечках, на замочке, и ещё, смотрите, с этой стороны. Вот тут прорезиненная такая поверхность, чтобы он не катался по коляске, и здесь можно протянуть ремни, которые у вас есть на колясочке. Вообще классный конверт, очень советую. На всё первые четыре тюбика готовы, у меня ещё много тюбиков. Вообще Фаберлик спасает в этом деле. У меня косметика, кстати, в чёрных бутылочках от Innatur, а бытовая химия до дома будет в беленьком цвете. Всё очень красиво, так гармонично. И скоро наведу порядочек на полочке, как наведу, обязательно покажу вам. Ну и здесь у меня отбеливатель Фаберлик, видите, тоже был, тоже прикрепила на низ, и удобно будет. Продолжение следует...